Академик Российской Академии Наук, председатель регионального отделения Русского географического общества Арнольд Кириллович Толоханов. Арнольд Кириллович, здравствуйте. Добрый день. Так вот, накануне Владимир Владимирович Путин собрал и научную элиту, бизнес-элиту, медиа-элиту и так далее, и так далее, и так далее. Очень много-много было представителей от разных областей и сфер. Обсуждали, по-моему, мне кажется, один из главных таких вопросов воспитания и роль патриотизма. Через географию. Так вот, глава государства сказал, что немедленно, незамедлительно нужно внедрять, возрождать урок географии в школах, потому что есть большие-большие пробелы у наших подростков, и не только подростков. Если вспомнить всю эту передачу, то надо было бы в ней отметить несколько вещей. Что глава государства признал ошибки существующей системы образования. Может быть, не полностью, но в области географии она явно существует. И сказал, если наши дети знают, где Гранд Каньон, не знают, где Баргузинский заповедник, это уже проблема. Если наши дети не знают географию в том объеме, которым мы знали, ну, так скажем, люди или дети 60-х, 70-х, то сегодняшние дети не знают ни того, ни другого, ни третьего. И это уже пахнет катастрофой. Почему? Потому что если человек не знает свою родину, малую, большую историю ее происхождения, кто там живет, какие есть герои, то он как бы уже человек без родины. И поэтому возникает проблема миграции нашей молодежи, талантливой молодежи, которая из села переезжает в город, из города переезжает в Москву, из Москвы за границу, и этот конвейер работает безостановочно. И сегодня мы беседовали с мэром города, он говорит, каждый год у нас прибывает 3000 деревенских школьников. У нас город уже стал 570 тысяч. Я так поразился. И все это за счет того, что у нас вообще в селе есть градообразующие предприятия, это школа. Нет школы или школа у нас некачественная, значит, все пытаются своих детей чему-то научить. И вот через призму географии мы это видим. Если по большому счету, то мы все стали меркантильными. И сегодня родители и сами дети учат то, что надо для сдачи и поступлений в институт. Там надо знать только литературу, математику в лучшем случае и несколько там предметов по специальности. Географии ни в один предмет не входит. И Путин спрашивает сам себя и сидящих в округе, а как может дипломат не знать географии? Как может специалист в области туризма не сдавать географию? Это же нонсенс. Регионоведение – это чистая географическая специальность. И у нас страна как бы послушная, и сказал пальцем изучать всем географию. И сегодня во всех вузах должны быть образовательные центры для одаренных детей в области географии. Это может быть слишком резко, но это очень правильно. Ну а как при помощи географии учить патриотизму? Ну и я вставлю небольшую ремарку, вы сказали, что там дети 60-х, 70-х годов хорошо знают географию. Это про меня. Да, но и 80-х тоже, это как раз про меня. Ну может быть, если 80-е еще как-то на перепутье. Да. Первое – количество часов. Второе – качество преподавания. И третье, ну так скажем, материальная база. Ни того, ни другого, ни третьего нет, когда вот мы видим в школах. И вот сегодня мой институт, наш институт, мои сотрудники, наши коллеги создают вот эти труды. Экологический атлас бассейн, озеро Байкал. Уникальный труд, которым есть весь материал картографический. Монголия, Иркутска, Бурятия и Забайкальский край. Мы издаем журнал научно-популярный. Единственный в стране, который предназначен для наших детей и школьников. Мир Байкала, в котором пытаемся дать последние новости, которые касаются жизни людей, и живущих вокруг Байкала, и той биоты, которая есть в Байкале. Это будь то ГЭС Фуренская, будь то уровень, будь то особо охраняемая природная территория, тем более в этом году год экологии, который должен вдохнуть в эту проблему новую нитку, новую там струю. Ну, вообще говоря о ваших изданиях, можно будет взглянуть? Будьте добры. Вот, Мир Байкала, научно-популярный журнал, как он доступен, насколько доступен он широкой публике? С помощью Народного фурала, с помощью наших спонсоров правительства, мы пытаемся сделать его бесплатным для всех школ республики, ну, и районных библиотек. К сожалению, Академия наук не может и не обязана делать учебные пособия с широкими тиражами. Мы можем делать только опытные экземпляры, опытные тиражи, в пределах 100, 200, 500 экземпляров. Это наши финансовые возможности. Вы его распространяете по школам? Бесплатно. Бесплатно по школам идет он. Как реакция школьников, учителей? Насколько востребован журнал ваш? Я напрямую не могу получить информацию, как им нравится и не нравится, но я вижу о том, что эта проблема должна решаться через географическое воспитание. Сегодня география у нас очень слабо преподается и еще менее активно она идет на бальной системе. То есть у нас нет 100 бальников по географии, у нас нет даже 90 бальников по географии. Есть некие заслуги у нас за Каменской школе, почему-то там вот, ну, некие такие звездочки и все. Самое главное, чтобы вот в изучении географии не было перегибов, потому что у нас некоторые привыкли воспринимать все указы президента, как вот, что называется, беспрекословный указ. Ну, в данном случае перебдеть невозможно и перегнуть палку невозможно. Пусть она уж лучше перегибается, чем ее не будет совсем. Это моя точка зрения. Вы говорили о том, что нынче у нас год экологии. Совершенно верно. Про экологию мы говорили без конца и края, много будем говорить в течение этого года. Будем обращать внимание на какие-то особые зоны, на которые нужно сакцентировать внимание. Буквально недавно тут мы обсуждали, приезжали к нам коллеги из Монголии, это то, что касаемо строительства ГЭС. Вы как оцениваете всю эту ситуацию? Давайте все-таки, я эту тему обязательно затрону, но сначала скажем о том, какая цель нашей с вами встречи. Для меня она заключается в том, что транслировать ту ситуацию, которая вчера была в Санкт-Петербурге, на наш уровень. Это означает о том, что глава республики должен быть председателем попечительского совета. Это должно означать, что все наши, ну, так скажем, местные олигархи должны принять участие, ну, финансовое участие в решении байкальских географических проблем. Это означает, что медиа, там сидел первый канал, вы видели, должны еженедельно транслировать экологический канал. Наши средства массовой информации иметь должны отдельную страничку. У нас отовсюду льется один негатив. Там убили, там украли, там что-то срубили. Но давайте говорить о хорошем. И об этом можно говорить и нужно. Вот это первая задача о том, чтобы перевести на наш уровень то, что видели, как сидят смирно при главе государства и все остальные. Я не глава государства и не глава республики, но хотелось бы, чтобы эта дисциплина была и у нас. Теперь говоря о нашей Шуренской ГЭС. С моей точки зрения, вот ситуация с этой ГЭС и вообще с уровнем озера Байкал, она поставлена с ног на голову. Я по разным объективным причинам не мог участвовать в этой дискуссии. Вопрос в том, что Монголия суверенная страна. И она вправе решать свои проблемы, как она хочет. Мы ее при всем желании зеленым движением, общественным движением задавить не можем. Для примера мы можем привести Среднюю Азию. Там есть тоже ГЭС Верхний ГЭС. Это Киргизия и Таджикистан. Внизу три нижних республики сельскохозяйственные. Они, верхние страны, перекрывают зимой летом, набирают воды зимой и спускают. Для этого не годится для нижних. Был Советский Союз, был ЦК КПСС, который регулировал. Вы нам электроэнергии, мы вам хлеб, мы вам это, мы вам это. Сегодня такого движения нет. Сегодня они вправе, монголы, требовать от нас электроэнергии, потому что действительно половина водосборной площади находится там. Более того, Иркутская ГЭС дает именно то количество электроэнергии, которых хватило бы и монголам закрыть эту проблему. Я на всех уровнях говорю о том, что должен быть газопровод, который идет через Байкал, через Бурятию, в Монголию и дальше в Китай. От этого никто не страдает, потому что через тоже Черное море идет три газопровода, через Волгу, я думаю, что там 15 газопроводов. Это все решаемо с точки зрения экологии. Но зато мы должны, надо рассматривать Монголию не как поставщик воды, а как наш сосед в глобальном мире. И если перейти опять же в глобальную географию, которой я занимаюсь профессионально, я в Совете Федерации на всех руках говорил, что давайте забудем Западную Европу. Это наш противник, наш партнер, как хотите. У нас есть три главных соседа. Казахстан, Монголия и Китай. Это 15 тысяч километров границ. И нам с ними надо дружить, потому что это мусульманская страна, Казахстан. Если что будет, если не станет Назарбаев, это большой вопрос. И наука должна уже предсказывать все эти прогнозы. Монголия наша самая близкая страна и по роду, и по расстоянию. И мы с ней должны дружить. И из-за этих шуренских газ мы начинаем заниматься антипропагандой. Любые вопросы решаемы, но только, как мы все говорим, мирным путем. А, грубо говоря, травить монголов за то, что они строят газ, я думаю, это путь очень некорректный. И он решаем иными способами. Но все же делается целью безопасности озера Байкал. Значит, еще раз повторяю. Озеро Байкал как бы существует и будет существовать. Монголы говорят, дайте, они же не говорят, что мы будем загрязнять или уничтожать. Они говорят, дайте нам электроэнергию, которой у нас достаточно. Мы построили три газ и построили еще багучанскую газ. Причем, имейте в виду, что багучанскую газ построили без источника потребления. То есть, сегодня багучанский газ есть, затопило там миллионы кубометров сосны, а электроэнергии делать некуда. Вы можете себе представить? То же самое Зея и Бурея там построили эти две крупнейших газ, а потребителей нет. И мы поставляем в Китай электроэнергию по себестоимости. Поймите, это все отсутствие политики, которая должна быть научно обоснована. И на всех уровнях власти, будучи в Совете Федерации, я говорю, давайте научно обосновывать наши все проекты. Потому что тот же, та же программа Дальний Восток, она не работает. Потому что там нет программы, а есть куча объектов экономических или там хозяйственных, которые лоббированы либо олигархами, либо местными губернаторами. Но интересов страны там нет. Поэтому имеют тут электроэнергии, там электроэнергии. Мы начинаем тупо спорить с монголами, зачем вы строите ГЭС. И они вправы. И я их поддерживаю в той части, что надо заставить наших руководителей решить эту проблему. Тогда будет приятно Иркутской области, потому что недавно был список о том, что страна газифицирована на 65%. Имея огромный запас и газа. Бурятия, ну сами знаете, ноль газификации. А если мы проложили бы здесь трубу газовую, магистральную, то есть сделали бы от нее какие-то свои интересы, решили, было бы приятно всем. И самое главное, Улан-Батор убрал бы свой смог. Были зимой в Улан-Баторе. Это нечто невозможное. Я не был, я жил в Улан-Баторе как раз, я знаю, что это такое. А без газа не вопрос, не решать там невозможно. Сибирского газа не было, Москва была бы точно такой же. То есть Москва бы так же задыхалась, как и Улан-Батор. А почему мы не можем помочь братской стране? И так далее. Это все география, экономическая, политическая, социальная география. Ну, мы с вами проговорили о проблеме экологии. Давайте вернемся к нашим баранам. Да, к географии. Я так и не услышал от вас конкретного ответа, каким образом при помощи географии научить патриотизму, любить свою родину. Да, скажем вообще, что такое география для Бурятии. Да, и можем ли мы научить? В прошлом году мы провели два заседания географического общества нашего, в котором первый раз обсуждали восхождение Ангелины Воробьевой на Килиманджаро. Помните, 86 лет бабушке она взошла на Килиманджаро. Таким образом она прославила и республику, показала возможности. Это все как бы один пример. Чуть позже мы встретились с Эльвирой Дорижаповой, которая одна за два года покорила или посетила все страны Латинской и Южной Америки. Это, конечно, не есть как бы прославление республики, но она все равно показывает, как может человек изучать географию. И обратный эффект о том, чтобы это все рассказать нашим сотрудникам, нашим детям, нашим школьникам. И это есть изучение. Второе, когда я был заведующим отделом обкома партии по школам, я приезжал в школу, ловил в коридоре, ну так скажем, младшего школьника и спрашивал, какой герой Советского Союза с вашего района? Если он не знал, то выбор получал директор школы. Вот это есть действие. Тогда были экологические тропы, были краеведческие музеи, было краеведческое воспитание, любви к малой родине. Сегодня этого нет. Но нужно же еще и заинтересовать учеников и молодое подрастающее поколение, чтобы они изучали, а не насильно их учить. Так вот, Путин сказал, если в МГИМО вы не будете сдавать географию, вы не поступите. Это уже есть стимул. Если вы будете не знать географию, то вы не поступите в Институт культуры на специальность по туризму. Абсолютно. В БГУ на специальности регионоведения и социальная работа. Ну, это даже не стимул, я бы сказал, это условие, обязательное условие. Нет, сначала это стимул, а потом станет условием. Естественно, после этого мы делаем олимпиады, мы делаем летние школы в Истомина, мы собираем детей из Иркутска. Это все как бы капли в море, но это наша возможная результативность, потому что это не наша задача академия, но этим должен заниматься Минобразование, БГУ и образовательные вузы, но мы это делаем. А географическое общество не задумывалось о том, чтобы делать некий географические туры для школьников по районам республики. Мы делаем как общество, тем более у нас, вы знаете, по пятичинству в Совете сидят такие олигархи, гранты. Вот на один грант мы сделали 500 тысяч на реконструкцию Кахтинского музея, второй грант на Иволгинскую школу, кажется, по туризму, третий грант на развитие вот этих, ну, в год мы где-то миллион-полтора получаем. Но это зависит от активности подающего, а мы только поддерживаем. Ну, вот вы говорите, что вы поддерживаете, а тем не менее не возникало идеи проводить некие такие познавательные туры для школьников? Это, понимаете, несколько выходит за систему. Это как бы вот в наше время были ленинские туры по местам боевой славы, ездили на могилу Барсоева во Львов. Это уже требует бюджетных денег и, конечно, разрешения министерства образования, потому что там идет безопасность детей. За что мы отвечать просто боимся. Хорошо. На региональном уровне каким образом все-таки решать? Вот вы сказали, что должны присоединиться к этому бизнес, медиа, что экологические какие-то странички должны появляться в изданиях и на телеканалах, что сейчас превалирует негатив в большей степени? начнем, наверное, с малого. Вот в прошлом году был юбилей Великой Победы. Мы хотели бы или пытаемся в разных средствах массовой информации показать, какие были герои, неизвестные герои. Потому что одно дело, когда у нас 50 героев Советского Союза России, которые всем известны. А есть люди, которые имеют по два ордена славы, есть люди, которые совершили подвиг матросов, но по разным причинам не получили той награды. И вот эти неизвестные герои должны опять же укрепить не тягу, а любовь к малой родине. Сказать, что в нашей деревне, в нашем селе, как Курумкане, могилы герой Капитана Чиров, вот таких людей воспитывают и показывают. Дальше конечно идет у нас наши артисты, народные артисты СССР, которые сегодня Кимов Базарсадаев в этом году исполнилось 80 лет. Сегодня мы отмечали юбилей Марш Кусевича Макасоева, первого член-корреспондента Академии НОК. То есть видных людей надо поднимать уровень знаний о них. Тогда маленькие дети, школьники будут стремиться и гордиться, что с нашего села, с нашего района вышел вот такой великий человек. Да, к сожалению, на самом деле юное поколение этого не знают. Они даже не знают, кто такой Алхасран Ленхавоин. Нет у нас пропаганды. Нету пропаганды на самом деле. Потому что буквально недавно я проводил срез, анализ своего рода. Я помню, когда я был маленький, были выступления Кима Базарсадаева в театре оперы и балета, но билеты было невозможно достать. Просто-напросто. Люди буквально висели на люстре, чтобы пойти и послушать. Сейчас, подойдя к молодому поколению, спросив, кто это, ты не получишь ответа. Вот это наша беда и наша вина. И мы сегодня через географию, через историю, через школу должны показывать, что у нас не хуже, чем где-либо, если мы говорим на удельный вес, на удельное количество. И в конце Путин сказал, давайте делать день географа, делать звание заслуженного географа. Я с чем абсолютно согласен. И у нас люди, потому что каждый год у нас идет в Москве съезд учителей географии. И у нас там всегда есть два места, которые мы должны делегировать и получать новые знания. Потому что вице-президент географического общества, академик Николай Косимов, мой близкий друг, и он всегда, он будет летом на нашу конференцию приедет, которая посвящена году экологии. И мы будем уже реально разговаривать о реальной помощи. А каким вы видите день географа? Как его будете отмечать? Как праздновать будете? Значит, в первую очередь мы должны провести ревизию, что у нас есть хорошего. Ну, это я говорю, подготовка, не просто как в суны упадет, выделить лучший опыт, поддержать его и более того, перенять у соседей какое-то, ну, лучшее там изобретение, лучшую какую-то работу, издать заново все наши труды, которые должны быть доступны, ну, даже для Санагинской средней школы или там для малочисленной какой-то другой школы, потому что у них нет кабинетов географии. Глобуса нет в школах, это я увидел и удивился, но как так? Это все равно, что в медицинском институте нет скелета. да, да. Вот мы к этому приблизились и стоим на этом дне изучения географии. Дальше нельзя. Дальше нельзя, и давайте уже не будем дальше падать в пропасти, а будем выбираться из этой пропасти. Спасибо большое, Арнольд Кириллович, что пришли, ответили на наши вопросы, и я надеюсь, что в скором времени мы будем все вместе отмечать День Географа. День Географа, День Патриотизма и так далее, и так далее. То есть сделать все для того, чтобы наши дети остались на родной земле. И знали историю и географию своей Родины. Не будут знать, и они не останутся. Совершенно верно. Спасибо большое. Спасибо вам. Этого программа Актуальная тема. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова